Если вы на распродажах типа 11.11 покупаете большое количество всякой херни по скидкам, вы в этот момент ничего не экономите. Переслушайте эту фразу еще раз и вдумайтесь. Пока. Сегодня, коллеги, мы с вами поговорим про самые разные способы питания всего вашего сетапа. Речь идет не только о камере, но и о всей периферии. У меня здесь уже вот создана такая небольшая сборочка. О ней тоже пару слов скажу. Ну и, конечно же, куча, просто куча разного рода батареек. И, вы знаете, начать хотелось бы сразу с небольшой истории. Вот об этом сетапе. Вы его и сейчас видите. Здесь, по сути, ничего сложного. То есть у нас есть всего лишь основная площадка, 15-мм вот эти вот стержни. Есть крепление для V-маунта, причем в моем случае оно очень простое. Не такое, как вот те, которые мы будем перечислять. Маленькая V-маунт батареечка, small rig, о ней мы тоже поговорим. И все. Соответственно, клетка, камера, объектив, верхняя ручка, монитор. Здесь запитано всего два прибора. То есть только монитор питается специальным кабелем DTAP на DC. Да, его можно приобрести и, соответственно, монитор запитать. И камера получает постоянное питание по Type-C. Опять же, спасибо, что в наше время все камеры обладают, ну, практически все, да, я думаю, уже все свежевышедшие обладают, соответственно, Power Delivery. И если у вас V-маунт может Power Delivery давать, то камера совершенно не разряжается в момент работы. Это суперудобно на самом деле. И я это уже ощутил. У вас всегда батарейка внутри, при этом она постоянно заряжается. Вы работаете, она не проседает. Как только V-маунт закончился, уже начинает тратиться ваша батарейка. Короче, история про этот сетап. Я им вот так вот, чтобы в реальной жизни не воспользовался ни разу. Кроме одного. Буквально недавно. Поехал на съемочку, знал, что там буду снимать все чисто со штатива. То есть взял мощный штатив, соответственно, с видеобашкой, чтобы вот так вот водить, аккуратно все следить за тем, что там будет происходить в кадре. И что я сделал? Я взял этот сетап с собой и просто, вот знаете, ради понта, ради большой черной камеры приезжаю на съемку, только начинаю собирать все это дело. И первое же, что я слышу от человека, с которым мы там работали, типа, тебе аппарат, да? Вот это вот, знаете, типичная такая вот реакция. И все, вот вы понимаете, с этого момента, ровно с этого момента отношение ко мне, оно уже другое. То есть до этого момента мы друг друга не знали, не видели. Я приехал на съемку, общались только в соцсетях. Впервые видимся. Я начинаю вот это вот, потом ставлю свет, достаю свой огромный штатив, все это туда ставлю. И все. И этот человек больше не задает каких-то лишних вопросов. Это раз. Он уже потенциально в своих глазах видит меня как профессионала гораздо выше его по уровню, вот с точки зрения какой-то съемки, да? И все. И вопросов гораздо меньше, каких-то правок гораздо меньше, и отношение к вам совсем другое. Это лирическое отступление, это в принципе не имеет ничего общего там с реальной жизнью, но по факту, как оказалось, блин, имеет. И вот единственный раз я такой хренью воспользовался, и она прям сработала. Она прям сработала. Короче, не суть. В общем-то, про V-маунты. Они бывают самые-самые-самые разные. Давайте пойдем с меньшего. Есть самые обычные вот такие штуки. В моем случае это вот какая-то Kingma 150 Вт-часов. Огромная хреновина. Действительно, 150 Вт-часов. Здесь нет никаких дополнительных фишек. У нее есть вот по кнопочке, мы можем увидеть, сколько у нее заряда. И все. То есть она работает как V-маунт. У нее есть D-Tab. И что приятно, именно у этой модели есть дополнительный USB. USB-A, правда. Ну, то есть вот обычные самые разъемы, да, вы можете их видеть. Ничего интересного. А у старых V-маунтов, вот с чего все начиналось, у них вообще не было доп. разъемов. Ну, наверное, только D-Tab и сам непосредственно V-маунт. То есть раньше это были просто батарейки для того, чтобы использовать их со светом, с мощным светом. Либо же вот через такие площадки запитывать ими уже разные системы. Но это было раньше. Сейчас мы идем далее. Далее что появилось? Появилась вот эта вот замечательная батареечка, которая у меня сейчас вот здесь и подключена. Да, она маленькая. Вот это вот тот самый Small Rig. Но она обладает большим количеством дополнительных портов. То есть вот эта Small Rig 50. Они бывают 90-е, бывают 150-е. То есть это у нас 50 Вт-часов. И вообще мощность, вот что она может запитать, это что-то 50-ваттное. Зато у нас с вами D-Tab. У нас два разных DC. 8-вольтовый и 12-вольтовый. USB-A, USB-C. USB-C с Power Delivery. И прежде всего это еще и V-маунт. Вот такой вот крошечный с дисплеем, на который у нас выводится информация, куда и сколько в данный момент сейчас этот V-маунт отдает. И у меня есть вот такая замечательная площадка, которая вообще не имеет в себе никаких разъемов. Видите, Endesign. Маленькая такая, тоненькая, незаметная. И вы вот так же аккуратненько, незаметно, можете сюда эту штуку подсоединить. И, соответственно, вот мы питаем камеру. И сбоку ставим D-Tab, питаем монитор. Все, наш сетап запитался. И сразу же, сразу же, если мы все это дело включим, то мы с вами можем видеть вот здесь вот на дисплее, что и куда в данный момент у нас камера, точнее батарейка, отдает. Я не знаю, как вам видно, но тем не менее. В общем-то, такая ситуация. И, в принципе, я этой штукой пользовался. Даже вот такого маленького 50-го V-маунта, он компактный. Его хватает, чтобы, ну, полдня как минимум работать вот с этой камерой. То есть он камеру будет подпитывать, она не сядет вообще. И монитор, соответственно, будет от него просто напрямую работать. Идем дальше. И у нас появляется вот такой вот бренд ZG Sign. И в данном случае это 150, 150 ватт-часов батарейка. И в ней все то же самое, что есть в этом Small Rig, только она гораздо больше и нет дисплея. То есть все, что мы можем видеть, это вот эту индикацию, сколько в ней заряда. Но D-Tab у нас есть даже два. У нас есть также два DC и два Type-C. Ну и, естественно, прежде всего это V-маунт, да, вы понимаете. Вот эта вот штука уже дает очень много возможностей. Очень много сока, да, как говорится. Много энергии мы с ней можем получить. И тоже заменив ее, вы уже сами можете придумывать, какие сценарии использования. То есть в вашем случае, возможно, вы пользуетесь не только монитором, какие-нибудь видеосендеры, хоп, запитали. Например, система фоллоу-фокуса, тоже запитали. То есть по факту все, что у вас навешано вот на таком вот риге, да, оно может быть запитано при помощи одной вот этой батареи. И там уже просто нужно рассчитывать, а на сколько же хватит вот этого объема, да, и для того, чтобы запитать все ваши девайсы. Вот только от этого уже будет зависеть вот время работы. Ну и вот этот бренд Zidget Sign, он продолжает свое движение и делает очень и очень интересные штуки. И вы знаете, начну я, наверное, с самого интересного. Это вот такая рукоятка. Казалось бы, что это может быть? А это батарейная рукоятка. Да, доставочка у нас Ace Ventura, поэтому коробка пришла в негодность. Но это нас вообще не интересует. Ну, просто совсем. Я даже не знаю, как это собрать. Ну, в общем, нам это не нужно. Конечно, сама рукояточка. Опачки. Вот такая рукоять. Просто толстая. Толстая рукоятка с кнопочкой, которая показывает нам уровень заряда. И что мы от этой штуки можем получить? У нее всего два разъема. Power Delivery Type-C. Вход и выход. То есть вы и заряжаете по ней, и, соответственно, отдает она по ней. И DITAP. Power Delivery и DITAP. У него есть четверть дюймовая резьба снизу и сверху. Эта штука для того, чтобы нам вот наши эти современные, знаете, жиюнчики 100-ваттные, какие-то еще фонарики 100-ваттные, чтобы свет 100-ваттный, который по Type-C нынче может питаться, запитать от этой хреновины. И он просто будет на ручке. Вот здесь свет, здесь ручка. И снизу у нас тоже, я уже сказал, резьба. Соответственно, мы все это можем поставить. Есть вот такой вот переходничок для, как бы, стойка, да, световая, чтобы вот сюда, наверное, точно. Эта конструкция у нас, чтобы сюда накрутить и уже ставить свет, как будто бы это стойка для света. То есть вы видите, да, как здесь все это дело устроено. Соответственно, мы ее вот так вот начинаем накручивать. Она у нас еще и попадает вот в две этих направляющих. И, соответственно, она будет прикручена и стоять, и не проворачиваться. Все. Световая стойка. Сюда вы ставите свой свет и подключаете его. В комплекте у нас, естественно, Type-C проводочек. И проводочек тот самый D-Tab на DC. Вот теперь он у меня. И еще один есть. И у меня под рукой здесь есть один фонарик. Я вам сейчас покажу, как это работает. Мы вот так ловко с вами берем, например, колбор 60-й. Соответственно, так как это у нас обычная стойка, как на стойку его устанавливаем. И так как он получает питание как раз-таки по Type-C, все, что нам нужно, это тот самый проводочек Type-C, который, естественно, любезно нам в комплект положили. Кстати, у них все эти провода, они такие, знаете, тканевые, прикольные. То есть у меня уже есть один такой. Вот здесь я его использую. Проводок причем длинный. Мы берем все это дело. Подключаем сюда и подключаем сюда. Запитываем. И все. Свет у нас завелся. И вот так вот на ручке, на вот этой вот толстой ручке, мы можем с вами, наверное, даже 100% накрутить, потому что в данном случае это всего 60 Вт. Вот. Смотрите. Могу вот так вот заполнение сделать в комнату. И все. Вот в таком вот режиме у нас с вами работает свет. И опять же, на ручке есть крепление, то есть все это вместе можно, опять же, на стойку установить. Ну, прикольная штука. Действительно прикольная. А самое главное, знаете что? Давайте посмотрим ее спеки. То есть, ну, какой выхлоп, что у нее по мощности, потому что от этого зависит очень многое. Сколько она у нас вообще в целом будет работать? Ребята, 88 Вт-часов. То есть, это практически 90. Вот, например, вот как эта 90-ая батарея, это вот в таком формате тоже 90-ая. То есть, я думаю, что внутри она наполнена 18650 большим количеством батареи, либо там своя какая-то установленная, но не суть. В общем, она 90 Вт-часов. Соответственно, 100 Вт, ну, якобы 100 Вт, она нам выдает. Ну, это, короче, это интересная штука. Это действительно интересная штука, особенно в наше время, когда у нас вот появляются те самые фонари различные, которые у нас с вами работают по Type-C, которые как раз где-то около 100 Вт. Классно. Дальше идем. И здесь некая конструкция, которая является ничем иным, как зарядкой для тех самых V-mount батарей. Смотрите, какая штука. Я свои V-mount очень долгое время заряжал при помощи обычного блока питания на D-Tab. Соответственно, одну батарейку единовременно мы с вами заряжаем. Ничего интересного. Ох, какой комплект, коллеги. Здесь же у нас вот такой вот блок, который имеет вот такие лапы, чтобы мы с вами вот так поставили и ни в чем себе не отказывали. Раз надели. Так. Оп. Раз надели V-mount. И где у нас второй большой V-mount. Вот он у нас. И два надели V-mount. Вот такая вот штукенция. И это у нас, соответственно, зарядочка для двух V-mount. Мы ее можем включать или выключать. У нас загораются здесь все индикаторы. У нее, кстати, есть 14,8 Вольт выход. То есть можно взять и использовать ее как систему питания на двух V-mount для чего-то великого. Имейте в виду, да? И при этом она еще и является зарядкой. По DC и по Power Delivery заряжается. А самое главное, ну блин, коллеги, они не поленились. И положили в комплект вот такой прекрасный GAN зарядник на 100 Ватт. С USB-A и USB-C. Ну это просто величие. Вот эту вот штуку я точно буду отдельно, в принципе, использовать. Ну и да, типичный DC-проводочек. Type-C проводочек, я хотел сказать. И вот тот самый D-Tab на DC. Уже просто огромное количество их. Это еще одна вариация на тему. Короче, вот такая вот станция как для зарядки, так и для питания чего-то великого. Опять же, ребят, вот все, о чем я говорю, это все, оно рассчитано на тех людей, которые V-mount'ами пользуются в повседневной жизни. А самое главное, что все эти девайсы, это прям вот 100% гарантированно, они бюджетнее, бюджетнее, чем то, что сейчас уже есть на рынке. То есть решения от какой-то вот начинающей компании, типа ZG-Sign, они всегда будут бюджетнее, чем решения от брендов, существующих уже давно, долго, и, в общем, заявляющих о себе всячески на протяжении какого-то времени. А эти же появились, вот я впервые вообще о ZG-Sign услышал, наверное, где-то по весне. У меня тогда был ролик, я такой за столиком там сидел, что-то вам рассказывал. Но и это еще не все. Да, у нас сегодня типичная такая вот распаковочка. Есть еще две батареи, тоже свеженькие. Вообще, хотелось бы отметить, что вы, наверное, задаетесь вопросом, что если кто-то, опять же, я вообще никого, никакой покупки не призываю, мне это нахрен не нужно. Я просто вам рассказываю о всех девайсах, которыми можно питать камеру. А что из этого вам нужно, если вы такие смекнули, о, маленький V-mount. Вот, он есть вот такой, и вот этим вот я пользуюсь уже очень долго. И вот первый ZG-Sign пользуюсь тоже долго. Эти приехали недавно. Все они продаются у Koli Photo Ranger. То есть ZG-Sign контора китайская, то есть AliExpress Welcome для тех, кто может и хочет ждать, и купить подешевле. Если хочется в России, то вся продукция, вот вся эта хрень от ZG-Sign, и с Мол Риги, скорее всего, тоже. Они у Koli Photo Ranger продаются. Вам никакие ссылки не нужны. Я думаю, что вы взрослые ребятки, сами знаете, где все это дело можно посмотреть. Здесь у нас еще одна вариация на тему. Смотрите, достаточно компактная. Поясню, зачем существует вообще такой вариант. То есть, это у нас платформа для NPF, для... Почему мне хочется сказать NPF-ки? Для V-mountа. И сам V-mount. Вот это простенький V-mount на, соответственно, 88,8 Ватт-часов. То есть, он точно такой же по выхлопу, как вот та ручка. Но выглядит гораздо меньше. Но смотрите, у него нет абсолютно никаких фишек. Вообще никаких. То есть, это только V-mount, только V-mount. И при этом, у него кнопочка, да, и всего один разъем Power Delivery и вход, и выход. То есть, мы по Type-C его заряжаем, и по Type-C он может выдавать что-то. То есть, только V-mount и Type-C. Но. Большое волосатое но. Здесь у нас проводочек Type-C в комплекте. И вот такая штука в комплекте, которая у меня, собственно, вот здесь вот и установлена уже. В чем фишка? Это V-mount плата. Она имеет большое количество разъемов на себе, да, то есть... А самое главное, смотрите, два детапа, третий детап, Power Delivery, и все. То есть, она рассчитана на детапы и Type-C. Соответственно, вы ее можете сюда прикрутить как замену моей вот этой вот тоненькой площадке. И если у вас батарейка V-mount самая обычная, типа вот такой, типа вот такой, которая не имеет большого количества разъемов, то установив на вот эту площадку, ее тоже отдельно нужно включать, это хорошо. То есть, когда вы питание выключаете, все предметы, которые к ней подключены, перестают сосать из нее энергию. Это плюс. Включаете, весь сетап запитался. И все. Вот в таком комплекте вы можете сюда не только этот V-mount, а любой другой простой V-mount вешать и все разъемы, которые имеются на этой площадке, использовать. Это просто еще одна вариация на тему. У меня была подобная площадка от Small Rig, только она была такая огромная, размером вот с этот V-mount, и тоже была увешана разными разъемами. Я вру. У меня такая площадка была как раз от ZG-Sign. И есть, наверное, самое главное, самая главная батарейка, свежая, которая появилась. Это у нас сотка. 99. Да, то есть, вы можете заметить, здесь написано 99,9, да, ватт часов. Это вот то, к чему ZG-Sign сейчас пришли, наверное, To Be Creators Power. Да. Чтобы быть мощью создателя. Вольный перевод, да, я как в промте перевел. Это у нас просто V-mount, жирнючий, соточка, все хорошо, все как мы любим. Снимаем все упаковки. Самая главная его фича, он теперь как Small Rig. Посмотрите, здесь есть дисплей, который в процентах показывает заряд, температуру батарейки даже показывает. И показывает по всем портам, куда, чего и сколько он отдает. Мне вот даже стало интересно, я, вы знаете, сейчас вот отключу свой Small Rig, вот этот вот, и попробую сюда воткнуть. То есть, по разъемам здесь Power Delivery сбоку, D-Tab с другого боку, прежде всего это V-mount, и сверху еще 12,8,4 DC, и еще один Power Delivery выход. То есть, два Power Delivery, два DC, один D-Tab, и, соответственно, V-mount. Так, давайте попробуем. Вот этот вот выход мы втыкаем, и вот этот вот выход мы, соответственно, втыкаем. Блин, он в другую сторону расположен, не очень удобно, но это уже нюансы. Так, и если я пробую все это дело включить, что я здесь вижу? Короче, здесь огромное количество просто инфы, и это как раз вот тот случай, смотрите, как вот до этого мы говорили, если мы берем обычную батарейку, то для того, чтобы получить из нее много портов, нам нужна переходная пластина, типа вот этой вот, которая шла здесь, или любые другие вот эти пластины, которые обладают большим количеством портов. А если же мы сразу ставим V-mount, который обладает сам по себе своими мозгами, своим вот этим вот железом, и, соответственно, большим количеством портов, то мы можем поставить его на обычную вот такую вот платформу, которая вообще не обладает ничем, она очень компактная, и не обладает никакими преимуществами. можете посмотреть, что там сейчас показывает, то есть вот все то, куда он отдает. И, кстати, экранчик этот через пару, через 5-10 секунд он тухнет, и, соответственно, зажечь его вновь можно понажать на кнопку, просто чтобы лишнее электричество, да, лишнюю энергию это все дело у нас не сосало. Короче, вот так вот сегодня мы обложились просто с вами различного рода батареи, все это прикольное решение, в любом случае они имеют право на существование, это классно, для нас с вами, как всегда, круто только то, что рынок пополняется, становится все больше каких-то китайских производителей, у нас с вами становится все больше возможностей, но снимать лучше или работать мы с вами не начинаем. Вообще, еще никогда за всю историю вселенной не было так просто и относительно бюджетно снимать на профессиональном уровне, и теперь, как никогда раньше качество выдаваемого нами продукта зависит по большей части вообще максимально зависит от того, от наших навыков, да, от того, как мы с вами работаем, как мы с вами общаемся, и вот от этого всего. Ну и вы были на канале Budget Filmmaker, мы сегодня с вами рассмотрели различные методы по питанию, в общем, миллиард методов по питанию вашего съемочного сетапа, надеюсь, что вам было полезно, информативно, естественно, где все это посмотреть, как я уже сказал, вы и сами знаете. Все, увидимся, покупайте только то, что действительно вам нужно, никогда не покупайте всякую херню. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok